Всем привет! С вами Ольга Сергеевна и новый выпуск Wargaming News. Сегодня в программе. Страна восходящего солнца представляет свою бронетехнику. Как отразится режим командного боя на киберспорте? За что будут сражаться лучшие пилоты после релиза? World of Tanks продолжает развиваться. Совсем скоро японские машины присоединятся к легендарной технике, уже имеющихся наций. О том, как формировался подход к танкостроению в Японии, в чём особенность новой ветки и почему же мы решили добавить ещё один флаг в игру, расскажут Пётр Битяков и Юрий Пашёлок. Япония начинала заимствование с иностранных образцов, в данном случае с Renault FT. Далее был закуплен один из английских опытных танков. На его базе японцы создали свою танковую школу, которая была не похожа ни на что другое. Для японского танкостроения было характерно в целом использование клёпанных конструкций, корпусов, оригинальная система подвески. Большое внимание уделялось проходимости. В принципе, японские танки оказались достаточно комфортны для экипажа. У этих машин более точная стрельба и более высокие углы наведения и склонения. В игре будут введены лёгкие и средние японские танки. Практически все они либо находились в серийном производстве, либо были изготовлены в качестве опытных образцов. По этой ветке можно прекрасно посмотреть пути развития японской техники. От лёгкой машины массой 7 тонн они дошли до 40-тонной машины, которая, встретясь с американским танком, скажем, першим, там были бы достаточно равные условия для боя, поскольку японцы создали вполне себе неплохую машину для своего театра боевых действий. Весьма интересным является прототип второго серийного японского танка тип 74, который был создан под индексом СТБ-1. Он обладал замечательными углами склонения, хорошей подвижностью, высокой точностью и относительно неплохим бронированием. Эта ветка будет несколько специфической. Танки будут позволять вести прицельный огонь, выбивая вражеские танки с большой дистанции, наносить противнику серьёзный урон. С другой стороны, это танки, которые позволят насытить исторические бои, которые у нас планируются. И эта ветка будет интересна и в том числе по игровому процессу для тех, кто играет на топор. Командный бой — новый режим, и большая часть игроков ещё только начинает узнавать его особенности и придумывать новые тактики. Но есть и те, кто с подобным форматом знаком давно. Тысячи танкистов бьются в самых разных чемпионатах уже не первый год. Что же означает для них появление командного боя в виде отдельного режима? Вышел командный бой, и нас, киберспортсменов, это прежде всего радует тем, что, во-первых, увеличилось количество команд, которые играют, тренируются. А это что значит? Это и разнообразие тактик, это то, что увеличивается количество интересных боёв, которые доставляют удовольствие как самим игрокам, так и, конечно же, зрителям. Бои достаточно быстрые, насыщенные, динамичные. И самое главное, что здесь я гораздо больше влияю на исход боя, чем те ребята, которые, ну, на самом деле, часто бывает что-то делают неправильно, либо хуже всего они просто ушли от компа. Самое главное, что уже в ближайшее время нас ждут такие классные фичи, которые уже, на самом деле, многие хотели. Появится возможность увидеть карту до начала боя. Тут введены постоянные команды, уникальные награды, которые будут даваться только в этом режиме, командный рейтинг и внутриигровые турниры. Всё это вместе позволит командному режиму стать не только таким вот новым режимом фановым для всех любителей быстрых, таких бодрых сражений, но также и хорошей площадкой для тренировок киберспортивных команд. World of Warplanes вышел в релиз, и мы безмерно счастливы. Поздравляем тех, кто был с нами с самого первого теста, и тех, кто только готовится попробовать новую игру. Чтобы отпраздновать это знаменательное событие, мы запускаем конкурс, в котором раздадим годы премиум-аккаунта лучшим пилотам. Подробнее о том, как добыть желанные призы и остаться в истории проекта, поведает Влад Белозёров. Проект World of Warplanes вышел в официальный релиз, и вместе с этим событием у нас стартует акция, которая называется «Прокачай топ». Суть её в том, что в течение двух недель игрокам нужно прокачаться и купить 10 уровень самолёта. В таком случае они получат наивысшую награду. Первый игрок, купивший самолёт 10 уровня, получит в подарок 10 лет премиум-аккаунта. Это далеко не единственный приз. Приятной особенностью этого конкурса является то, что даже те, кто докачались до 5 уровня и, соответственно, выше, тоже получат призы. Ход событий этой акции будет ежедневно освещаться на официальных ресурсах компании. Следите за прогрессом. Мы очень благодарны тестировщикам, всем тем, кто помогал нам делать игру. Наконец-то проект World of Warplanes вышел в официальный релиз, и мы очень надеемся на то, что наша игра доставит вам большое удовольствие. На сегодня это всё. Скоро увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова